Добрый вечер! Вы смотрите прямой эфир на телеканале Видное ТВ. Сегодня у нас в гостях Анатолий Владимирович Карелин, директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурная диспетчерская служба». Добрый вечер! Добрый вечер! Анатолий Владимирович, сегодня у нас пойдет речь, точнее знакомство, что это за система 112. Для начала, я думаю, нам стоит посмотреть сюжет, который подготовили мои коллеги. И потом вернемся уже к нашей беседе. Здравствуйте! Оператор 112 Ленинского муниципального района «Колосок». Слушаю вас. Ваша фамилия, имя, отчество. Фамилия, имя, отчество. Причина звонка и в зависимости от того, какой характер несет звонок, оператор единой дежурной диспетчерской службы компетентно заполняет обращение и немедленно направляет его в необходимую экстренную службу. Будь то полиция, пожарная часть, скорая помощь или служба газа. За тот непродолжительный срок, что ЕДДС, так ее сокращенно именуют, функционирует на территории Ленинского района, люди привыкли к номеру 112 и активно им пользуются. Наша работа облегчила жизнь людей, проживающих на территории Ленинского района. И мы будем трудиться на благо общества, потому что мы делаем действительно важную работу. Больше всего звонков поступает из города Видное и город Ленинских. В основном они касаются вызова скорой помощи и полиции. С 1 ноября система 112 прекратит работать в тестовом режиме и будет введена в государственную эксплуатацию. И вот тогда о каких-либо сбоях можно будет забыть. Сейчас же бывает так, что в службу поступают звонки из бывших территорий района, что затрудняет возможность оперативно реагировать на обращения жителей муниципалитета. А с 1 января 2016 года в ЕДДС Ленинского района ожидается нововведение, прием звонков по вопросам ЖКХ. Сейчас стоит вопрос, и губернатор дал такое указание, чтобы эти звонки и обращения поступали также на службу 112, которые будут обрабатываться. И будут передаваться в дежурные службы электросеть, теплосеть, водоканал, дежурные службы управляющей компании. Это будет способствовать тому, что эти службы будут работать более активно. Как отметил глава Ленинского района Олег Хромов на одном из последних оперативных совещаний, районная единая дежурная диспетчерская служба показывает очень хорошие результаты и является одной из лучших в области. Для удобства работы операторов приспособлены к кухне и комната отдыха. При таком графике сутки трое необходимо всегда оставаться в тонусе, ведь от их оперативной работы порой зависят жизни людей. Юлия Погасян, Алексей Иванов, Анастасия Нурхонова, ВИДНЭТВ. Анатолий Владимирович, как создавалась единая дежурная диспетчерская служба? Вообще дежурная служба создавалась как дежурная служба главы района. Распоряжением губернатора 2002 года с 1 сентября у нас такая служба была организована. Было там у нас всего 5 человек. В оргтехнике никакой. Телефонный аппарат, карандаш или ручка, тетрадочка в клеточку, весь инструмент. Это была дежурная служба главы района? Главы района. Но потом, конечно, началось это совершенствование. Мы переехали в более удобное помещение. Увеличился немножко штат. Было у нас 5 человек, стало 7. Образовался у нас отдел дежурной службы главы района. Куда поступали все звонки всякие. И по ЖКХ, и по происшествиям. То есть держали на контроле все службы. Ну а со временем правительство, указ президента вышел о создании единых дежурных диспетчерских служб и системы 1.1.2. То есть единого номера вызова экстренных служб. С 1 июня прошлого года, 2015-го, такая служба работала, как было сказано в сюжете, в тестовом режиме. То есть проходила апробация. Тестовый режим прошел нормально. И с 1 декабря мы уже работаем в промышленную. Все звонки поступают на 1.1.2. Ну не только которые по 0.1.0.2.0.3.0.4. Ну мы принимаем и другие звонки, просто передаем их в службу главы района. То есть дежурная служба у нас, у нас как бы два подразделения. Единой дежурной диспетчерской службы. То есть есть у нас подразделение системы 1.1.2. И за нами остались функции дежурной службы главы района. То есть все вопросы, которые нужно нам решать по Ленинскому району, мы решаем через остальные подчиненные дежурные службы. Дежурная служба, единая дежурная диспетчерская служба Ленинского района. То есть мы являемся главным подразделением по сравнению со всеми другими дежурными службами, которые у нас существуют в районе. А почему именно 1.1.2? 1.1.2, как нам объяснили, что более удобный набор. И эта система у нас работает в автоматическом в основном режиме. То есть если у нас раньше вызовы скорой помощи, полиции и других служб обрабатывались долго, то сейчас обработка увеличилась, вернее обработка уменьшилась по времени в разы. А что нового появилось в вашей работе с появлением этой службы? Мы были в составе подразделения администрации района, то есть мы входили в структуру. Сейчас нас выделили как отдельное казенное учреждение. Как я уже говорил, у нас там было всего 7 человек, а в начале вообще 5 было. Сейчас у нас 31 человек. Из них только 18 человек операторов системы 1.1.2. Ну и в том числе там остальное руководство и диспетчеры, и старшие оперативные дежурные службы главы района. Ну а что такое казенное учреждение? Это сложность заключалась в том, что это все новое. Те люди, которые перешли в дежурную службу к нам в наше подразделение, во-первых, нужно было переучиваться по некоторым вопросам. Казенное учреждение — это отдельное юридическое лицо. У нас своя бухгалтерия, то есть как отдельное структурное подразделение мы администрации уже как не существуем, поэтому трудности порядочно сейчас на нас свалилось. Ну специфика работы диспетчеров сложная. Какие требования предъявляете к сотрудникам? Ну операторы системы 1.1.2, во-первых, это люди, которые должны все-таки быть немножко психологами, должны быть уравновешенными. Кроме того, все у нас операторы, в том числе и диспетчеры дежурной службы главы района, прошли подготовку специализированную в спеццентре Звенигорода, так называется, МЧС России, которые проводят эти обучения. Поэтому требования у нас такие серьезные к ребятам, которые... У нас в основном работают люди, которые имеют высшее образование, которые прошли школу, службу в полиции, в вооруженных силах, ФСБ. То есть люди, которые работали с людьми. Ну а молодежь, которые у нас там, их несколько человек, подобрали уже таких ребят основательных, на которых можно положиться. Которые тоже все прошли обучение, сдали экзамены в спеццентре и работают прилично. Не просто так нас похвалил глава района. А какие-то ограничения по возрасту есть? По возрасту у нас, как и по трудовому законодательству, у нас таких нет ограничений. Давайте поговорим о скорости реагирования. При поступлении обращения или по 0102-0304, то есть любое, если вы набираете телефон 112, на мониторе у оператора 112 высвечивается карточка, который заполняется оператором, указывается фамилиями, отчеством, которые обращаются в человек, где находится. Мало того, еще на соседнем мониторе высвечивается местонахождение, откуда поступает звонок. Если какое-то, например, дорожно-транспортное происшествие с какими-то пострадавшими, может быть, даже со смертельным исходом, возможностью возгорания, например, транспортного средства, включается у нас сразу конференц-связь, и когда оператор разговаривает, получает информацию от позвонившего, уже включены службы, скорая, то есть оператор там работает, уже прослушивает эту информацию, полиция, пожарная, газовая служба там как раз не нужна. То есть все прослушивается и начинается обработка. У нас идет, пошло время, в автоматическом режиме указывается, как отреагировал оператор, например, скорой помощи, пожарной охраны или полиции. И когда закончили они отработку, например, скорая пошла, карточка не будет закрыта до тех пор, пока она не вернется, и врач скорой помощи или там фельдшер, кто там, не закроет эту карточку. Все идет под контролем, поэтому у нас и улучшилось вот это обслуживание населения. Вот такая у нас система. А как обстоят дела с ложными звонками? Ну, у нас ведь поступают не только ложные звонки, у нас и ложные, необоснованные звонки, хулиганские звонки идут. Любые граждане звонят в неадекватном состоянии и так далее. То есть сейчас у нас работает комиссия в области, которая готовит возможность отслеживания этих звонков и привлечения их людей к уголовной ответственности. У нас таких звонков и по району очень много. Вот недавно звонок был из Калиновки. Гражданин позвонил, что горит дом. Есть пострадавшие, якобы там дети. Поехали все службы, и полиция, и газовые службы. Вдруг там что-то с газом, может быть, придется отключать. И пожарные поехали туда. То есть все службы оперативные туда выехали. Оказывается, там ничего нет. А потом уже оказалось, как выяснилось, что этот гражданин стоит там у себя на участке на огороде. И вновь перезвонил нам на службу. Сказал, что это он проверял, как работает служба. Ну, правда, все это быстренько нашли этого товарища. И сейчас он привлекается к уголовной ответственности. А если какие-то коммунальные вопросы? Вот вы говорите, что вы не отвечаете. У нас в основном в автоматическом режиме эта система 1.1.2 работает только по номерам 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Но, как уже было сказано в сюжете, с этого года сейчас разрабатывается программа специалистами, которая будет принимать уже звонки и ЖКХ. То есть уже будет отслеживаться также порядок оказания помощи людям, которые звонят по вопросам жилищно-коммунального хозяйства. Там электросеть, теплосеть, водоканал, служба управляющих компаний, дежурной службы. То есть здесь уже будет тоже все больше контролироваться. Ну, я думаю, улучшится работа. А в связи с террористической такой обстановкой вот сейчас увеличилось ли количество звонков? Да, сейчас люди у нас ответственные звонят при обнаружении там или суммах каких-то бесхозных, или каких-то коробок. Вот запасы, говорится, все обходится без всяких происшествий. Да, или вот недавно вчера звонок был, обращение, подозрительный пакет был обнаружен. У нас есть на внешней стороне МКАДа, здесь где-то в районе Измайлова, техобслуживание БМВ. И там в этом офисе была обнаружена коробка. Ну, службы тоже съездили все с кинологами, посмотрели. Слава богу, все обошлось. А на новогодние каникулы? На новогодние каникулы у нас увеличилось очень в разы количество обращений. То есть вы введете какую-то статистику, да? Да. У нас в автоматическом режиме по окончании месяца с области высвечивается все. Даже какой оператор, сколько принял звонок. Где-то раз в месяц мы собираем весь личный состав и проводим обучение. Мало того, если человек в отпуск уходит, то потом он задает зачет. Перед заступлением. Анатолий Владимирович, поступают вопросы от зрителей. Сколько в среднем обращений за день? И какое самое напряженное время, час пик? Значит, самое напряженное время — это у нас вечер, когда люди возвращаются с работы. За сутки у нас в смене заступают два диспетчера, как я говорил, дежурную службу главы района. Они у нас старшие. И четыре, три-четыре диспетчера или оператора 1-1-2. В сутки у нас около 600 обращений. То есть очень много. Но вот в новогодние праздники у нас в разы увеличилось количество обращений. У нас за 20 дней января, включая каникулы, поступило 87 тысяч обращений в службу 1-1-2. Ну и в том числе в дежурную службу главы района. Чем они отличаются? Система 1-1-2, я уже сказал, они работают в основном по номерам 01020304. Хотя эти номера никто не отменял, то есть жители могут звонить и туда, то же самое. Но еще у нас, как я сказал, у нас есть дежурную службу главы района. То есть когда мы перешли из администрации, за нами оставили функции дежурную службу главы района. Поэтому все звонки, которые касаются всех служб района, не только ЖКХ, но по различным вопросам звонят. На эти вопросы мы уже реагируем, реагируют вот эти диспетчеры дежурной службы главы района, которые возглавляют всю эту службу. Уже на оператора 1-1-2 звонки переводятся в центр. То есть он если в течение 8 секунд он не ответил, оператор, то есть он или занят, или обрабатывает какой-то телефонный обращение. То есть такое может быть, что может быть занят телефон? А? Может быть такое, что занят телефон, да? Да, или он просто не занят, он может быть просто гудки идут, он не может отвечать. Этот звонок передается в центр, в области, или в филиал Подольская, либо в Красногорск. И там уже обрабатывается этот звонок. Все равно он потом к нам приходит. То есть там определяется местонахождение? Да, да, да. То есть у нас все это работает в автоматическом режиме. Так, еще один вопрос. Какие основные задачи должна выполнять ваша служба? Самое главное это помочь людям в той или иной серьезной ситуации. Для этого и создана эта служба. Какие задачи выполняют любые? То есть у нас есть система 1.1.2, которая работает по 0.1.0.2.0.3.0.4. И вторая дежурная служба главы района, куда можно обратиться по любым вопросам. Ну и будем стараться помогать. Защищены ли вы от ложных звонков, касаемо заложенных бомб? Мы защищены ли? То есть все равно выезд происходит? Нет, если к нам поступает звонок. Да, вот к вам поступил такой звонок. Если поступает звонок, что там заложен был, конечно, мы сообщаем соответствующие службы. У нас есть и полиция. А к вам потом приходит информация, что это был ложный звонок? Ну, если они туда съездят, посмотрят, конечно. Бывает много таких звонков. Еще такой вопрос. Если я звоню с территории Москвы по номеру 112, попаду ли я? Смотря откуда из Москвы. Если у нас, например, очень много звонков сейчас идет с территории нашей новой Москвы, которая отошла от района. То есть когда создавалась система 1.1.2, тот район, то есть та территория, входила еще в состав Ленинского района. И поэтому обозначена карта была как Ленинский район. И мы сейчас до настоящего времени еще отвечаем на вопросы и обслуживаем ту территорию. Хотя передаем информацию уже в Москву, там отрабатывают. Ну, люди звонят, попадают к нам. Думают, что мы можем послать там скорую или там вызвать, или какое-то на происшествие вызвать полицию. Но мы же уже не можем обслуживать эту территорию. Поэтому мы звоним в соседние бежурные службы в Москве и работаем уже с ними. А по какому телефону сейчас звонить, касаемо вопросов ЖКХ? Пока не разработана программа. Ну, у нас есть службы диспетчерские ЖКХ. Телефоны есть, у всех в жировках написаны эти телефоны. То есть те квитанции, которые они получают, это ЖКХ, там все телефоны есть. Есть у нас и водоканал службы. Есть у нас конкретные службы ЖКХ, которые обслуживают ту или иную территорию. Ну, в принципе, можно и позвонить и нам, просто мы потом их напряжем. То есть вы можете, да, ответить? Да, конечно. Порвало трубу, да. Они там не снимают трубку или не могут дозвониться, занято. Позвонили в нашу службу, мы с ними разберемся, у нас прямая связь с ними. Можете ли вы отсредить звонок сотового телефона? Если есть такая система отслеживания, если там не заблокировано, с того телефона, который звонят. А так у нас все высвечивается, у нас все... Местонахождение. Да. А если, например, на иностранном языке разговаривают? Значит, у нас эти звонки передаются в службу выше, то есть которая находится у нас в Подольске и в Красногорске. Вот телезрительница не представилась. Попросила выразить свою благодарность о работе службы 112. Приятно. Так, Анатолий Владимирович, давайте перейдем, наверное, к итогам, да? Сколько вот уже работает эта служба и каковы дальнейшие перспективы развития? Служба у нас работает уже... Работала сначала в тестовом режиме у нас где-то с июня месяца. Вот, просматривалась, как она будет работать. Оценки давали соответствующие, проводились видеоконференции. Вот. Все это положительно было оценено и была введена в промышленную эксплуатацию уже с 1 ноября. То есть мы уже работаем по этой системе. Какие перспективы? Сейчас мы обслуживаем, то есть мы работаем по номеру 01, 02, 03, 04. Вот. Сейчас стоит вопрос, он уже открытый. Я думаю, что в скором времени это будет. Будем работать по системе жилищно-коммунального хозяйства. Какой номер? Пока еще мы еще не знаем. Но этот вопрос прорабатывается. Я думаю, что людям уже будет проще. То есть это не будет 112? А? Не 112? Нет, она будет 112. Просто отвечать будем мы и за это. Не только 01, 02, 03, 04, который сейчас. Ну и еще какой-то номер присвоит другой. А что еще в проекте помимо ЖКХ? Вот по линии ЖКХ только вот это аварийные дисперсерские службы ЖКХ, которые сейчас у нас есть. Кроме того, у нас есть аварийные теплосети, есть аварийные у нас водоканалы и аварийные электросети. То есть она будет, вся эта система объединена в общую. И люди могут звонить уже гражданам к нам в службу. Какой номер будет присвоен конкретно, чтобы можно было решить этот вопрос? Ну, 112. А там уже будем разбираться. А какие-то профилактические мероприятия вы проводите, например, в школах? Ну, мы такие мероприятия не проводим. У нас работа вот именно в таком режиме. Ну, чтобы больше, может быть, как-то ознакомить жителей, что есть такая служба. Наверное, еще у всех. Ну, вот как раз, я думаю, что вот наша сейчас передача к этому способствует. Ну, еще, наверное, какая-то реклама, да, есть? Ну, реклама была, во-первых, в видновских вестях, что у нас работает. С самого начала там ежемесячно давали такую рекламу. Вот. Я думаю, что вот в скором времени еще выйдет такая статья. Да, недавно была, кажется, в ноябре или в декабре большая статья по нашей службе. Так что люди могут обращаться, поможем. Ну, а вот как вы считаете, много людей вот информировано, что есть такая служба? Или все-таки не знают? Ну, я думаю, что основная масса уже знают. Основная масса знают. Дело в том, что у нас какие сложности. Мы граничим с Москвой, граничим с соседними районами. Люди могут попадать в другие районы. Домодедовский, Подольский. Вот. Там примут и перенаправят нам. И все вопросы будут решены. А с какими-нибудь другими службами помещения вы сотрудничаете? Какими у нас? 0-1, 0-2, 0-3, 0-4. Всегда на связи. Сейчас у нас готовится большое обучение. Встреча, так называемая, всех этих служб, которые у нас в районе существуют, всех операторов. Постараемся собрать, решить все вопросы, которые у нас сейчас возникают. Так, а была ли раньше форма у сотрудников службы? До введения системы 1-1-2 у нас никакой формы не было. Но вы сейчас сюжет смотрели. У нас один сотрудник выступал, уже форма у нас есть. Форма у нас введена. Приличная форма. А кто разрабатывал дизайн? Дизайн разработал у нас с этой вышестоящей организацией. У нас система 1-2, которая существует. Головная организация. Там все было разработано. Сотрудники обязаны носить ее каждый день? В обязательном порядке. У нас есть и зимняя форма, и летняя. Но сейчас пока еще у нас тепло. Там внутри ребят находятся пока еще. Получается, только внутри они носят эту форму. Мы на улице не бываем. В основном в помещении. Идет товарищ. Нет, они переодеваются там. А вот еще вопрос от телезрителя. Есть ли у вас сайт, и можно ли на нем оставлять заявки? У нас сайта сейчас нет. Все заявки можно пока по телефону. Но разрабатывается у нас сайт. Скоро будет. То есть это есть в проекте. Да. Анатолий Владимирович, я думаю, мы ответили на все заданные вопросы. На сущные вопросы. Спасибо, что познакомили нас еще ближе с этой службой. Приходите еще к нам в гости. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok